Сегодня у российского инвестора настоящий праздник, потому что индекс Мосбиржи наконец-то пробивает эту психологическую отметку в 3000 пунктов. Российский рынок восстанавливается, несмотря на санкции, в рублях активы растут, но не стоит обманываться и заблуждаться, потому что если мы посмотрим на индекс РТС, это российский рынок, российские акции в долларах, то получается, что после кризиса мы так и не восстановились. Поэтому, собственно, какой здесь краткий вывод? Хранить деньги просто в рублях – это крайне неэффективная стратегия. Если в рублях, то обязательно инвестируем в акции, либо в какие-то активы, хотя бы облигации, которые как вклад будут хоть немножечко догонять инфляцию и девальвацию. Ну, а, конечно, если хотите приумножить капитал, то по-прежнему, как и предыдущие 20 лет, работает стратегия покупки валюты, а инвестирование в валюты работает еще лучше. Ну, давайте посмотрим на российский рынок. Собственно, по Мосбирже у меня прогноз остается такой же. Мы должны проколоть этот уровень 3000, возможно, дойти до 3040 пунктов, потом уже уйти в откат. Я жду примерно вот такой сценарий по индексу Мосбиржи с откатом до 2700 пунктов. Какая-то негативная новость вполне может выйти. И вообще, если говорить про российский рынок, на него надо смотреть через призму новостей, которые идут параллельно. Это геополитические новости, внутриполитические новости. Наш рынок – это, по сути, политика. И поэтому, кстати, я люблю инвестировать, люблю разбираться в финансах, в экономике, потому что это позволяет лучше понять, что вообще происходит на рынке. Ну и вот, например, одна из новостей сегодня была такая, что Россия списала африканским странам долгов на 23 миллиарда долларов. Вот так вот, друзья, просто списала долги. Как до этого мы списывали Ирану, так и продолжается, по сути, не знаю, как это называется, не знаю, зачем это делать. Но, видимо, таким образом мы дружим с другими странами, просто покупаем их доверие. Ну и дальше планируется еще 900 миллионов на развитие Африки выделить. Россия щедрая душа развивает Африку. Также из интересных новостей сегодня вместе с ростом Мосбиржи растут и компании, понятное дело, которые в ней находятся. Одна из них – это Global Trans, у которой неплохая отчетность. Но интересно другое, как это на американском рынке раньше было, например, какая-то компания позитивно отчитывается или выходит позитивные новости, и схожие с ней по названию компании растут в цене. Одна из таких – это Global Track, которая выросла на 100% после позитивной новости по другой компании, по Global Trans. Ну, в общем, тикеры практически одинаковые, ГЛТР и ГТРК. Интересно. Это говорит о том, что инвесторы, трейдеры, которые не умеют торговать, они торгуют новости, иногда путают, покупают что-то другое. Ну, хорошо, когда это заканчивается позитивно, конечно. Конечно, хотя бы, если бы они продали вот эту вот акцию при росте на 100%, ну, 2x – неплохо. Но чаще всего это, конечно, заканчивается плачевно, когда ты путаешь название бумаг, когда ты покупаешь что-то другое, да, не то, что хотел или планировал. И чаще это заканчивается потерей депозита. Поэтому, друзья, обязательно внимательно торгуем. Вот такие ошибки, которые случаются на рынке, они, конечно, приятны, да, приятно, когда купил, оно пошло не в свою сторону, а оказывается, что ты не то купил. Ладно, дальше. Еще из позитивного, да, на российском рынке ВТБ отчитался, подражали акции на 4% на фоне рекордной прибыли. Что касается российских банков, я, кстати, недавно выпускал тоже Daily Report, где рассказывал, что ЦБ начал проверять банки. Скорее всего, мы увидим банкротство, отзыв лицензии у многих мелких банков в России. Как это сейчас с Киви, да, там разбирательство происходит с банком Киви. Но, вероятно, что у них могут отобрать лицензию. Если этого не случится, конечно, будет позитив, но если у них отберут лицензию, это будет плохой звоночек. Ну, а что касается крупных банков, пока что, пока народ берет кредиты, пока есть чем платить, банки будут зарабатывать, зарабатывать рекордно. ВТБ, конечно, еще не восстановился после кризиса, против ВТБ были введены серьезные ограничения. Цель у меня здесь 3 копейки, то есть плюс 80% от прошлого моего анализа. То есть я жду хотя бы вот до этих значений. Будет еще круче, если сделаем плюс 200% и вернемся вообще до значений до пандемии. Потому что до пандемии, в принципе, ВТБ чувствовал себя тоже неплохо. Но если ВТБ я держу на небольшую долю портфеля, то больше я верю в другой банк. Вы знаете, какой это несбер. По Тинькову сейчас тоже интересная ситуация вырисовывается. Опять-таки треугольник, который был до этого, сейчас просто в более меньшем, так скажем, фрактале находится. И здесь через небольшой флет, я думаю, мы тоже пробьем эту отметочку и пойдем на 4,4500. Тиньков, кстати, я планирую докупить по 2900, по 2700, если будет какой-то негатив на российском рынке. Он обязательно будет. Это вопрос времени. Сейчас заходить, конечно, поздновато. Но если у вас нет позиций, я считаю, что и от текущих тоже было бы неплохо взять. Это, кстати, не является инвестиционной рекомендацией. Каждый сам решает. Ну а если вы хотите знать, когда покупаю я, чтобы видеть мой риск-профиль, по каким значениям покупаю, то уже завтра состоится регистрация, откроется регистрация. Наше закрытое сообщество – это приватный канал, приватка так называемая, где я публикую свои сделки, в том числе на фьючерсах, на акциях, а также доступ в базу знаний и общий чат. Не пропустите, вся информация будет в телеграм-канале. Если еще не подписаны, друзья, регистрация только один раз в месяц. Пропустили, значит ждем следующей регистрации, которая будет дороже в цене. Я, кстати, в конце года планирую поднять цены на средний по рынку. Продолжаем. Что касается… Так, что у нас еще сегодня интересного было? Так, ну про Тиньков, да. Я думаю, что с учетом того, что ЦБ поднял ставки, кредитование продолжается даже при текущих ставках. Рынок, в принципе, ипотечный, поддерживается правительством. И это все будет позитивно сказываться на российском рынке. Ну и посмотрите, одновременно с пробоем 3000 пунктов по Мосбирже мы видим ослабление опять рубля. Может быть, наоборот, от этого зависит. Когда падает у нас рубль и растет доллар, тогда мы видим рост акций, потому что они становятся дешевле в долларах. То есть, если ты, например, иностранец, ты видишь, что в долларах компания становится дешевле, ты просто ее покупаешь. А в рублях, по сути, идет просто инфляция. И сейчас мы видим по валюте не очень хорошую картину. На самом деле здесь было накопление, вот эта консолидация, да, такой флаг перед дальнейшим ростом. Обычно даже, наверное, клин. Это как фигура продолжения тренда. То есть, у нас есть рост, затем небольшая консолидация и дальнейший рост. Вполне можем увидеть снова 95-97 рублей за 1 доллар. В таком случае увидим и рост рынка. Но я скорее ожидаю падения и Мосбиржи, и курса доллара. То есть, я думаю, что мы, может, сделаем какой-то ложный заход на 93 и затем пойдем вниз. Может быть, это связано с тем, что впереди осенний сезон дивидендов и во время этого сезона дивидендов в компании, ну вот, например, взять Лукойл, да. Кстати, Лукойл тоже красавчик. Закрыл дивидендный гэп. Все. То есть, Лукойл за последние полгода просто вырос на 50% с учетом дивидендов. Потому что в декабре можно было купить, потом акции выросли, плюс упали на дивиденды, отросли за 2 месяца. И сейчас за 2 месяца дивидендный гэп закрыт. Будет дивидендный период опять осенью. Опять заплатят. Чтобы заплатить, доллары, которые сейчас есть на балансе у компаний, продаются, выводятся в рубли. Рублями платятся дивиденды. Соответственно, поддерживается российская валюта. И с учетом того, что нефть сейчас растет. Кстати, по нефти, по нефти, что у нас происходит? Нефть 84 стоит сейчас, 83,6. Доллар дорогой. То есть, в долларах, смотрите, 83 мы умножаем на 90. Методом простого умножения мы получаем 7200 за баррель. Если до кризиса зарабатывали 5000, получается сейчас экономика РФ зарабатывает столько же. Единственный нюанс есть в том, что объемы продаж упали. Но переориентация идет на Азию. Китай рекордно там наращивает покупки нефти. Поэтому здесь тоже, думаю, все будет отлично. Ну так вот, на этом дивидендном периоде, я думаю, мы увидим рост рубля к доллару. То бишь, ослабление доллара до 85-83. И, наверное, падение как раз-таки индекса Мосбиржи. Потому что опять будет вот этот баланс. У нас идет обратная корреляция с долларом, с рублем. И, я думаю, увидит в ближайшее время коррекцию. Ну, про американский рынок вы знаете. Там все находится на хаях. Посмотрите, американский рынок, российский рынок. И заметьте, когда все выросло, когда стало покупать уже поздно, проснулся максимальный интерес. Когда все растет, все смотрят, ага, там, Сбер вырос на 100%. Допустим, там, еще какая-то компания выросла на 30%. Значит, все растет, значит, надо покупать. Да нет же, надо действовать против толпы. Когда все берут, когда все тарят как не в себя, лучше подождать, лучше повременить. И все надо делать, конечно же, своевременно. Но чтобы понимать, когда это самое время наступило, жду всех в закрытом канале. Еще раз, регистрация будет в телеграм-канале.